На самом-то деле, друзья, эта карьера должна была выйти где-то в середине следующей недели. Но после того, что вы сотворили в комментариях, я просто рушу все свои планы и вкидываю в неплановый выпуск карьеры за Миколенко. Это реально цепь топ. Как вы видите, братва, все зависит от вас. Лайки, подписки, комментарии, обязательно комментарии. Я вижу активность, выпускаю следующий выпуск. Александр Петраков решает, что Миколенко будет играть. Начинаются сборы национальной команды и Микола летит в Украину. В Украине мы проведем одну тренировку с нашими сокомандниками и уже завтра вылетаем в Уэльс. И самое любимое, наверное, и Миколы. Бегать. Да бегать еще с мячом. В Англии, конечно, немножко все-таки дриблинг прокачали. И забить. Ну, касательно пасов, особых проблем у Миколенко, конечно, я не чувствую. Но все же нужно тренировать. Бойка на воротах? Бойка тоже попробую пробить. Попробовал. Что-то изи прям. Э, пенальти. Пикфорда так просто мы не прошивали. Кстати, вот это упражнение очень полезно для нашего флангового защитника. Замыкает те. Ну, пора бы забивать, конечно. Да ладно. А, камон. Ну, в целом, на тренировках Миколенко проявил себя неплохо. С тем учетом, что ночью он прилетел и утром уже тренировался. Ну, в Англии плотный график. И даже сейчас в реальной жизни продолжаются играть матчи в английской премьер-лиге. И загрузить на все эти поединки можете по закрепленной ссылке в комментарии. А наши друзья с париматч выдают бонус до 2500 гривен на первый депозит. Переходите по ссылке в комментарии. Принимайте участие в акциях. Ставьте с умом и побеждайте. Яремчук, Цыганков, Гармаш, Коноплянка. Ничего себе. Ну, скорее всего, что Гармаш будет играть в центре, Коноплянка справа. Кто такой Милованов? Милованов. Сейчас пробью. Тимофей Милованов. Бывший министр развития и экономии. Нет. Играет на данный момент за Спортинг Хихон. Почему бы не попробовать молодую свежую кровь, так сказать, влить в состав сборной? Получите оценку за матч не ниже 0-7, совершите перехваты 3, совершите 2 отбора. Но мне кажется, со старта выполнить все эти условия вполне возможно. Играем с ребятами, с которыми не впервые мы вышли на футбольное поле. И даже не 3-4 раза это делали. Отдал. Все, и назад вернулся. Гармаш пробивал мимо. Хуя. Хорош. Вот отлично на Цыганкова. Яремчук можно пробивать. Ярема пробивает. Спасибо за встречу. Через наш фланг началась атака. Яремчуку позволили выйти на ударную позицию. Позволили постоять, подумать. Ну и вратарь как-то под рукой мяч прошел. Счет в матче 1-0. Восьмая минута встречи. Сборная Украины выходит вперед. На фланге играю с Бэйлом. Ой, не, Бэйл. Бэйл подвижный. Ой, опасно. С Бэйлом, ребят, я вам скажу, очень непросто будет играть. Ну, назад только. Еще. Все, пробить. Степа. Первый. Отлично. Назад. Это разве не перехват был? Вот если бы Цыганков заходил в центр. Вот услышал меня. Услышал меня и какой момент. Я, если что, фланг закрою. И... Выпрыгнул. Коноплянка. Коноплянка совершенно один. Вот смотрю на эту игру сборной Украины и я прям в восторге. Давай, Цыганков. Дальнюю. Ай-яй-яй. Вот. Супер. Пробивай. Будя. Ноп. Легендарный уровень сложности. 43-я минута встречи. Счет в матче 2-0. Уверенно. Украина обыгрывает Уэльс. Первый тайм, ребят, счет в матче 2-0. И в целом все успешно. Да, блять. Ах. Работаем назад. Все, спасибо, что подстраковал. На место Матвиенко я стал. Там Бэйл крутит. Все, все, все. Вернулся на свое место. Отлично, Милованов. Стараюсь закрывать Бэйла, но по игре не всегда это получается. Милованов вообще хорош. И из-под меня пробил. Да, камон, как? Ой-ой-ой-ой. Опять Матвиенко нас страхует. Спасибо, Матвиенко. Во втором тайме, я вам скажу, Уэльс более остро начал атаковать. Но сейчас у нас момент. Опять перекладина. Хожу. Ай-яй-яй-яй-яй. Вместо коноплянки выходит Марлос. Ой-ой-ой-ой. Как же Бэйл нас возит. Куда? Да дай ты, ну что такое? Вместо Гармаша выходит Ермоленко. Ниже опуститесь, закрыть удар. Куда? Миколенко уходит на замену. Рейтинг матча 6-8. Вместо Филиппова Еремчук вышел. Вот так здрасте. Ну, Буяло. Туда его. Минус 25 стартового состава. А че Рафа Бенитес ходит по раздевалке сборной Украины? Охарона, будь ласка. Я на себя беру відповедальность. Выводите его из зала. Ну да. Хоть мы и выиграли, ребят, со счетом 3-0, но это точно не тот матч, которым стоит гордиться конкретно нашему Миколенку. Но это товарка, ребят. Вот следующий поединок будет против Франции. Перед матчем с Францией тренерский штаб решил разнообразить тренировочный процесс и сама тренировка была более в игровом стиле. Это мне одному оборонять ворота? Да ладно, что-то меня качают. Отлично. О, коноплянка, сладкий. На. А вот с французами будет уже намного веселее, нежели с Уэльсом. Со стороны сборной Украины выходит практически тот же самый состав, что в предыдущем товарищеском матче, только вот в обороне выходит с первых минут бурда. Ну и состав Франции, я думаю, даже не требует представления. Опять вы, зная игра, опять мы играем не у себя дома. Но на этот раз уже в разы сложнее соперник. Я думаю, в этом поединке уже 100% будет возможность себя проявить на максимум. Какие в прошлой игре мы играли против Бейла? Камон. Ой, хорошо. Еще доработать. По ногам. Проходит. Спокойно. Туда. Оно! Не туда, не туда. Туда, ты мне подсунул. Перехватил же я! Охренеть. Загонков, туда, нагрузи. Афсайд был. Нет? Не было оконоплянки афсайд? Какого черта? И? Сотворили, конечно, дичь. Отлично. Я уже бежал там падать в подкат хотя бы. Супер. Все, теперь меняемся. Конопа. Ой, бог. Пробивай, готовь удар! Ну! Какие моменты? Я понимаю, что товарищеская игра особо ни на что не влияет. Ну, хочется, конечно, Францию выиграть, согласитесь. Блин, да что такое? И вот с прострелами прям такая беда. Опасно, но, ребят, честно сказать, отдать Миколенко передачу, это прям та еще задача. Первый тайм счет в матче 0-0. И, в принципе, если там закрыть глаза на первые 15 минут первого тайма, Миколенко довольно-таки неплохо себя проявит. Ну, кто знал, что он развернется и отдаст на него передачу? Задыкали. Ладно, они сразу в одну косашку отдают. Дальнюю я взял. Удар. Еще на вынос. Хорош. Давай. Выйди. Умница, бойка. Ну! Ну! Я как подключился. Ай-яй-яй-яй-яй. Бапе еще и пробивает. По рейтингу матча все выполнено. А по владению мячом, ну здесь извините. Один футболист поднять владение мячом, ну не сможет. И, к сожалению, не хватило одного успешного отбора. Бёрнли. Астан-Вилла. Норвич. К тому же Манчестер. Первая тренировка после возвращения в Англию. А, выпускает на 63-й минуте. Счет матча 0-0. Еремина. Уходит, выходит Микола. Оценка 7. 10 передач и 1 отбор. Сейчас передачи сразу настрелять нужно. А че так можно было, что ли? И можно на вес сделать. Динь! Ну, в центре защиты на самом-то деле, ребят, играть интересно. Да, конечно, в подключении никаких нету нападения. Но, тем не менее, в этом существует своя романтика. Хорошая могла быть передача. Счет матча 0-0. Осталось сыграть 30 минут. Скидывай. А! А! Умница! Просто умница! Я уже думал, все. Рип. Заси! На, я в сайт. И туда, вперед. Есть 14 минут. Кальверт Левин. О, боже, тележище. Они вот так вот обрезаются. А потом нам приходится работать в обороне просто вот в поте лица. Кальверт Левин. Хорош. Кто-то брал. Микола. Кальверт Левин. Ну, сделай хотя бы удар уже оттуда. Ну, Финессика. И Воби. Отлично. А кто? Кто, блять, корпус поставил? Отлично! Отлично! Просто лайк за такую игру в обороне. Ну, последние минуты уже просто туда заброс. Ребят, сделал все, что мог. Реально, тащил, как только можно было. Ну, вот, пожалуйста, лучший игрок Миколенко. Чувак выходит на 30 минут. Становится лучше. Все выполнено идеально. Два отбора. 17 точных передач. Оценка симметрии. Кстати, видите вот эту вот статуэточку у него между ногами? Oh, my. Man of the match. Проходит 4 дня, и сразу игра против Астон Вилла. Астон Вилла взобралась на 6-ю строчку. У них после 4-х сыгранных матчей 7 очков. Кстати, что там с аутсайдерами? Ну, Челси и Тоттенкем понемножку начинают набирать свои обороты. Правда, Челси так ни единой победы еще не сделали. А, мы не попадаем даже в заявку на эту игру. Возможно, дали отдохнуть. Победа Ричар Лиса на 78-й. По ходу дела мы должны быть в стартовом составе. Ну, ребят, игру против Норвича мы уже сыграем в следующем выпуске. Там и Норвич, и Мад Юнайтед, и встреча против Ермоленко, Вестхэм, и Водфорд даже, скорее всего, захватит. В общем, все зависит только от вас. Лайки, подписки, обязательно комментарии. Всем огромное спасибо за просмотр, всем огромное спасибо за поддержку предыдущего выпуска. С вами был Плей Джексон, карьера за Миколенко. До скорых встреч. Пока.